Ирина знает все о диспансеризации. Она сама медицинский работник. Регулярный осмотр для нее служебная обязанность. Без него к пациентам не пустят. В этот раз в поликлинику она пришла не для себя, а привела мужа. Говорит, уговаривать пришлось не один день. С трудом. Вы не поверите, месяц уговаривала. Да, месяц. Благо дождик кончился. Если бы не кончился дождь, он бы, наверное, у меня не пошел. Чтобы люди пошли, бегающая строка над входом в поликлинику сообщает о диспансеризации с раннего утра. Коридоры постепенно заполняются людьми, но очередей не видно. И сезон отпусков еще открыт. И некоторые обследования выполняют сразу несколько специалистов. Определить на ранней стадии онкологические и другие заболевания, быстро подобрать лечение. Вот зачем в первую очередь нужно регулярное медицинское обследование. Сахарный диабет выявляются такие. Ну, также выявляются факторы риска хронических заболеваний, как повышенный уровень холестерина, отклонение в кардиограммах, привлекаем людей к тому, чтобы они бросили курить. Бросить курить помогает врач-нарколог. Направление к нему на прием можно было получить в рамках диспансеризации. Отдельное приглашение на нее отправили сотрудникам нескольких организаций, но участвовать могли все желающие. Найти дорогу к нужному специалисту помогали волонтеры. Свою дорогу к доктору нашли в этот раз более 120 пациентов. В начале года осмотр прошли примерно в два раза больше, видновчан, рассказывает руководство поликлиники. Все, кто по каким-то причинам не попал к специалистам, смогут пройти обследование зимой. Последняя диспансеризация в этом году состоится 3 декабря.